так всем дорого короче придумал новую рубрику название еще не придумал но вот в общем буду смотреть реплей игрока который мне скинет собственно сам реплей и буду комментировать его и оценивать уровень игры человека по 10-бальной шкале то есть я буду комментировать и что-то там рассказывать может где-то что-то подсказывать да даже иногда ну и так как я бы сыграл будут также рассказывать как я бы сыграл то есть ну и в целом буду под конец давать свою оценку от 1 до 10 то есть вот в данном случае здесь играют у нас гс и вы знаете на моем стриме играет под ником мари но это у него там много ников всяких но здесь конкретно он под этим ником играет сам реплей я еще не смотрел будем смотреть вместе не знаю что ожидать от этого реплея но постараюсь в общем комментировать максимально объективно да вот буду и объективно комментировать несмотря на даже если мне человек неприятен несмотря на это я буду максимально комментировать объективно даже если будет неприятен имеется ввиду если будет неприятен человек мало ли если еще появится подобные видосы название рубрики не знаю какую потом уж придумаю пока просто посмотрим реплей в принципе по закупу здесь все стандартно пока да идет на мид но на мид на имбирь в принципе носа закупа вопросов нет наверное будет покупать сейчас ботал потом да и манг мангусики также нужно будет стоит против пока пока сразу же ботал видимо там на рандоме пак или не знаю или не на рандоме было бы побольше голды видимо просто накопил сразу целом неприятно немного стоять против пока вообще эмбир такой герой что он многим мид как бы проигрывает что ли но поначалу да то есть он милишник у него мало статы один армур всего . маленькая монопул маленький то есть манг манга надо таскать там и ботлики но опытные эмбиры конечно они мед выигрывают за счет того что они знают когда напасть когда убить и там либо с рунной какой-то да ну а так какому-то эмбиру ну так скажем средненькому дать ее тяжело на миде стоится против большинства героев таких как пак там вайперы там хускара да вообще тяжковато из-за того что он милишник и статов мало с щитом конечно он может уже убивать но тяжело все равно даже если он то есть вот вырубит щит и пойдет на пока но так просто будет его с руки бить жалко по крипам непонятно сколько там у кого но он так на руну пошел так тут у нас в эмбир уже есть голда на боттл но курицу я не вижу за курицы нету походу курицы нету значит у него есть 900 голды он может себе курицу купить за 170 ты боттл принести получается ну типа ну тут надо себе курицу покупать на его месте себе самому то есть что там боттл 700 ну да они они много не хватают на курицу вроде они хватает хватает тупо ну 170 кур от боттл 700 800 7 голда ему надо купить кур и принести но он что-то не покупает пока что а пока же все руны собрал все придется каким-нибудь инвизом и может убить пишет чтобы куру купили но ты сам можешь купить вот это тоже ошибка знаете а вот купили кстати курицу или это он сам купил а да ты он сам купил но надо было это раньше сделать он мог типа здесь уже умереть от пока нашли папа какой-то инвиз нашел бы да надо было чуть просто пораньше курица самому себе купить не надо просить ни у кого купить и куру толку нет да и иногда купят но проще самому купить гс подметил что здесь пак вард ставил но я это тоже видел снял вард то есть мог опять таки это все быстрее сделать просто сразу бы с первых денег то есть купил бы все куру но помимо боттла то есть 870 голды все бери куру неси боттл хотя тут еще вард 100 голды типа синтриак получается 970 голды надо было на топ наверно идти потому что тут скорее всего пак забрал руну а не а вот пак да почти рядом но еще по ходу пока ты не знаю что там у него по скиллам прокачано на счета я еще не видел повезло что он на пока наткнулся я просто думал что пап тут уже забрал то есть я его снизу не видел пока я думал что здесь он уже где-то тут а вот немножко задержался на линии пак из-за этого гс повезло что он в рунку забрал да и пока еще был но топе 2 кило для гс какой у него 6 есть он придет спокойно убьют то есть тут тускар не боится лукана ищет ищет то есть видишь мх не это хоть поняли свой без мх играет вот спрятался неудачный ганг но ничего это бывает время потерял конечно немного но ничего страшного вообще без тапка я не с не рекомендую никому гангать но время много теряется пока 5 отъехал по ходу не говорится решил другого бить по ходу никого не убьет надо было за паком бежать цель знаете вот выбирать если нюкс нюкс и пак мидер понятно что пока надо убивать тем более он арбу потратил надо было пока все таки ему там один удар осталось все еще можно наверно на базу сбегать купить тапок какую-то аквилу манго летит на базу там гусик можно продать чтоб купить тапок и манго это пашку чтобы хватило о все хорошо до фола отхилится и ресниц там еще можно ботлик выпить бля немного не нет не отпил ботлик после тапочки на город наших союзников напали враги какой-то аквилу все таки стоит наверно купить хотя можно если прям все хорошо можно и траволосы по-разному маны не хватило тут связать человек не трону на базу полетит по ходу сколько нибудь но на на аквил вроде не хватает еще и вот он 1050 стоит или 1060 мангусики хоть покупают мангусики нужны на имбире мне где-то за игру по 5 мангу по 5 по 6 мангусов покупаю за игру в основном она вначале нужна монада от мангуса можно топ загангать с рункой вот сюда вот я бы пошел ну тут пак фолловый тусика можно убить тусик что-то знает вот уже уже дальше смысла нет идти хотя под мангусу мысли походу куполом накроют они вот без маны пак что-то блять мог подальше отлететь сейчас чайный нажмет убьет чайный 1 чайный 1 это хуево то есть первый скилл у него в один в качестве этого не добил типа можно 1 и 3 максить и второй скилл ну фисты на разок они вначале все равно мало дамажит смысла нет их качать в начале 1 до 3 максишь да если ты стоишь против хускара на меди какого-то или вайпера да можно фисты и второй скилл под максить чтобы хоть как-то крипов фармить потому что без свистов ты не подойдешь крипам но только в этом в этих случаях можно фисты максить надо куда-то идти фармить время тратиться много вот этот вот писанина на это тоже время проебывается на писанину нету мангуса нету убивать такой если там нюкс тем более ману выжгет не хватит маны на килл надо где-то просто фарм искать и все травола нужны на меди долбоебик стал поэтому гс тут стоит на топе фармит тп-шка подкадет когда шелось уже можно в принципе на миндок куда-то полететь потому что здесь линия запушена ну хотя вышку можно попробовать с ростой где там гс на базу решил полететь даст и купил со стиками блин а у него вроде было там полторы тысячи голды где-то надо было наверно торвала покупать потом бы докупал бы всю хуйню остальную не повезло чайны связали крипов по идее тускара здесь убьют сейчас раз надоеду а но манга есть он добьет тут вот если башек выпадет убьет там сики башек в итоге выполнил добил все равно надо вот ему добить где-то 500 голды на травола уже шуман гусик нужен наверное зря он подходит на надо было на топе стоять дальше вот эту пачку фармить ну что воид купол потратил уже чего бояться то оставил бы ремнант вот здесь да и формил бы дальше спокойно а так вот он видите он бежит на базу время тратится тоже много тратится время надо было дальше просто под пару пальчик сломать да и вышку можно было чего купола нету считай можно было и на топе постоять час чтобы как раз травола у него уже были по-любому летит на топ ремнант не оставил ну ладно в принципе не важно нам общаясь с траволами надо на базе ремонт оставлять когда летишь куда-то даст и жмут сам тут все и тут вышку заберут этого заберут считает травола есть жалко не он забрал они отрывалов еще нету голды не хватает но надо было ему как-то забирать килл чтобы утрывала были бы пак там догон сразу выходит здесь ошибся немного гс первый скил нажал до фестов поэтому пак уходит спокойно все голда появилась где-то еще вышка развалилась к на травола уже есть можно лететь на базу я бы уходил на его месте на базу потому что ну стеки есть да но маны все равно может не хватить хотят вроде нормально на город наших союзников напали враги ладно за бомжами смотреть не будем будем только за одним героем наблюдать купола нету так всегда кстати смотрите на пик врага и думайте заранее что уже покупать будете то есть на стадии того как вы игру это когда пики еще идут сразу можно смотреть уже и понять что покупать можно лесок сейчас пойти подфармить пока траволака дальше ну или руну забрать в принципе нормально с руной можно еще кого-то убить веника наверное ну хотя хотя да веника можно убить спокойно типа он если перданет можно тпшнуться спокойно ну вот по карбу потратил надо убивать он все потратил убивать надо все потратил изи ну тычку чтоб он не хилился хорошо ремнант оставить тпшку нажать можно как вариант где-нибудь тут оставить пешком решил пойти что ли что бы я здесь купил ну вообще манту неплохо линка неплохо да но не первым артом вначале наверно какие-нибудь молнии стандартные я бы купил бы либо ну радик но так как особо голды немного у него еле еле травла купил в принципе я бы купил аквилу молнии сейчас ну первым делом да молнию купил бы ну аквилу и молнию потом бы уже думал стоит ли мне радик собирать какой-то или нет можно в принципе и без молнии обойтись можно в принципе здесь и купить манту сразу чтоб скидывать сало там ну что за сало тебя убьют но я тоже бы не стал наверно тут манту покупать с учетом того что пак слабенький да то есть ну что против него манту собирать чтоб сало скидывать на такое манта неплохо но молнии какие-то больше дадут тебе урона типа когда фисы нажимаешь хоть молнии вылетают да и подфармливать легче можно молнии покупать но тут легко было задоджить купол потому что у войда анимация долгая купола тут как бы одну кнопочку надо было все нажать вот тебе прилетел войд и все и ты кнопочку жмешь и улетаешь войдут тяжело цеплять либо с даггера ему надо прыгать войду да либо с лотара сразу без стычки сразу купол ставить потому что там анимация это долгая купола но здесь игра в одни ворота так как я вижу там вражеский пак вообще ничего не понимает что происходит фидит там что-то бегают по одному фидит а у них пуш потенциал такой вот тут и варды и краба все пушится игра складывается очень легко для гс в плане тиммейта еще да пушит там не фидит никто особо ну вот это вот 2 5 3 6 это не сказал бы что фид но у них такой жесткий ебать у них я только сейчас понял что у них пуш потенциал пиздец смотрите у них растопугна краба и лукан это все герои на пуш чисто я не знаю и судя по шкале реплея да то игра походу быстро не закончится ну вроде пацаны вон пытаются вон т2 сломали тут т2 нету как бы ну вроде нормально стараются пушить походу враги камбэкнут ну хотя счет не такой уж прям разрывной у гс а только киллы в основном полетел на низ фармить ну норм я бы тоже на низ полетел тут слишком много голды ремнанты не оставляют только на базе это плохо ремнанты надо оставлять так что-то купил себе а вот молнии там лежат ну типа смотрите вот если у вас хороший мид ну в плане вы там убиваете мидера да у вас хороший счет вы там бегаете у вас деньги есть типа можно быстро или ради купить да после травелов вот то есть если прям к 20 минуте вы можете себе позволять купить ради покупайте ради если нет то можно и молнии в принципе можно и иногда через бф и поиграть да иногда там против против какого-нибудь фантом лансера да можно в принципе через бфчик и поиграть стандартного такого ксина да бфчик бурюза там рапирки можно и такого но я такого уже не люблю мне больше нравится такой мобильный эмбер там с актарином с радиком с молниями такой эмбер мне больше нравится у того эмбера когда он через бф играет у него конечно дамаг хороший но он очень уязвим то есть у него нету сейвов как никакого там не ленький там не актарин а до жира нет он тонкий то есть вот там цепанули застанели убили мне больше нравится через там актарин радик молнии такой вот эмбер мне нравится так ну чё 70 стрик неохота да то есть потерять ему как-то надо укрепиться сейчас если он планирует планирует актарин не знаю планирует или нет можно в принципе было бы point booster какой-то купить вместо но манга пока нельзя выкидывать вместо даст наверное уже стрик потерял на то есть но туда же с point booster он был умер поэтому в принципе ремнанта вот то что не оставляет если поставлял ремнанта наверно можно было уйти отсюда еще стрик вот отдал войду это плохо в куполе на самом деле тяжело выжить даже если у него он что-то на хп купит у меня просто 1000 хп его там войд может убить уже скоро будет соло будет убивать за купол но опять таки купол доджит можно сейчас ему надо просто фармить просто фармить вот ставил ремонт летишь на топ фармишь пару пачек трава латка дыши ваются ну на базу прыгаешь до оставляешь опять и летишь еще но тут лайны все запущенные т2 поломаны поэтому тут тяжело типа можно вражеский лес подфармить можно свой лес просто фармить надо сейчас и все ну что ну хп мало урончик конечно есть но это уже далеко далековато заходит ну да войд там без латара без всего тоже с молниями типа надо войду опасаться за купол он умрет сто процентов то есть войд жмет купол мом все эмбер умирает в принципе здесь неплохо шива да какая-то против войда чтобы за купол не умирать с шивой по-любому не умрет опять-таки и смотрите если играть без радика то можно купить акторин шиву в принципе неплохо будет но в таком случае будет урона не хватать того же войда убить типа вот сейчас купол будет правильно сделал что улетел купол надо опасаться вообще не надо было на мид на самом деле лететь надо было дальше подфармливать по чуть-чуть потому что нужно как-то укрепиться там вон догоны купола как-то что-то на хп надо придумать тут повезло что рядом у нюкса никого не было наверно его месте тоже бы нюкса убил халявные бабки ремнанта на базе нет из-за того что нюкса убивал зато вот тут есть трава откатились можно на ремнанте вернуться и лицок подфармить в принципе ремнант скоро кончится кстати его наверно не успеет купол вроде есть там вот войдет на позиции войдет решил пугну побить смотрите ремнанта то нету ремнанта уже не было даже если б войд не забашил ремнанта не было бы уже он бы все равно умер даже если б не забашил но типа и сюда не нужно было идти купол был типа ну смысла не было он внизу пачкан не надо было идти сюда просто в это время раз ты спушила конечно но все равно это не стоит того чтобы здесь умирать это считает и время много теряешь просто вот ты вот умер да и теряешь время надо было просто не слететь фармить или вниз в лес куда-то надо фармить пиздец как все уже проблема начинается надо что-то думать но я бы здесь по просто акторин бы покупал просто хп нет тут типа прямо после молнии бакторин покупал либо купил бы plate mail и point booster для начала что просто если я попадаюсь в купол чтобы не умереть за купол потому что от других ты вряд ли умрешь от них ну не умрешь ты от других вообще никак если будешь оставлять ремнанта но за купол вот проблема войда тем более гиперстон появился plate mail какой-то неплохо бы зарешал сюда лес союзники фармят пока нету где-то возможности пофармить траволака дышится ремнант пока не оставляет но ремнант надо оставлять тогда когда отрывала дни в кд чтобы типа нажать куда-то ттп и вернуться в ремнанте на топе там но никак не задевают вышку в соло в принципе наверное можно попробовать пойти попушить пока враги на топе но нужно ремнант да обязательно вставлять все враги ты ты пышцы сейчас купола будут должен успеть в принципе но на ремнанте улететь щас если прыгнет войд надо сразу на ремнанте все будет неплохо войда застанил типа фистами но надо было после этого просто уходить сразу что-то долго задержался эмбер тут войду дал фисты застанил связал да и все и съебывать поздно съебал умер опять таки время проебал вот опять много время проебываешь очень много в этих играх лоу скильных это просто ты выигрывает в основном за потому что ты перри фармил оппонент от оппоненты часто время проебывают вот то есть от если не будешь время пробовать у тебя то есть он будет артов больше ну то есть ты не только в к фарме что и дерешься но надо это как-то совмещать хорошо ты подрался скил и кд пошел фармишь скил и никогда если есть какая-то драка пришел подрался ушел и дальше фармить что времени не терять вот там а драка можно было сюда смело тп делать вот тут потенциальный килл и пока пока можно было убить надо было топ 100 процентов то пышцы там два кила это 500-600 голды здесь опять таки воид надо воида опасаться до всегда на имбире единственный положительный счет у гс но походу да если они уже до 30 нихуя не спушили только товер т3 на топе походу тяжело им будет спушить у воида уже много там ну да вот правильно гс делал что купил фолдбустер уже капошечки надо все еще можно воида поддушивать купола нету без купола мешок можно обе этого попробовать убить вот пар подставился можно убивать смело да мы никого не боимся потому что будет в таверне все правильно вот нюкса заметил да правильно все чуть отойти нюкса увидели все правильно это шли можно на базу полететь похилиться вернуться вот че можно я бы прям часто пришелся вот тут все правильно подхилились вернулись на рим нантик и пошли либо во вражеский лес подфармили либо на топ грибчиков побили рим нантик можно оставить где-то уже тут где-то ремонт всегда надо оставлять где-то на случай если будет пиздец вон пачка какая убивать раз ты не спушит там бэкдор работают скоро актарин хп-шечка прилично уже уже не знаю убьет лику за купол войд или нет не помню что у него кираса да там вроде молнии кираса вряд ли пробьет конечно если еще и шиву потом сделать в это очень не пробьет типа радик уже поздновато мне кажется покупать чего выйду они у нее нет кирос а у него ну кстати с таким закупом ну может наверно пробить или нет я бы все равно не стал рисковать так ремнант есть не знаю на то на низ летит все правильно фармить оставить ремнант надо где-то тут но похуй где вот где-то над ставить надо ремнант можно еще пару пачек в принципе зафармить оставляет ремнант фармить сейчас я бы пошел сюда за актарином уже сходил ремнант у меня стоит бояться ничего подойти купить актаринчик попробовать в миде подраться не я бы смело мид шел там веника можно было бы добить гайз решил на топ пойти типа войд на топе вот эти два мешка это мои киллы были бы эти вот два мешка потому что войд на топе это два мешка для тебя два килла 500 голды вот они 500 голды прыгнул в мид и поменял ремнанта потому что ремнант был вот тут то есть поставил сюда неплохо ну что туда возвращаться ну такое на топе пачка есть кортрова откатиться рунку да и на топ нужно пешком наверно пойдет а тут уже можно пешком добежать главное следить за тем чтобы ремнант стоял обновил опять ремнант полетел на низ чем-то окей можно тут зафармить и вернуться туда вот эту пачку он там пачка какая вкусно надо возвращаться уже 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 надо возвращаться на топ на ремнант пачку нельзя такую проебывать не не понимает что делают спиздить досты выложить как-то спиздить выкладывай досты можно в этого вложить прямо войдо вложить досты да отлично можно съебывать нахо заебись а я не заметил что миг иконка мигает нарушение тогда ок даже лучше в инвизике подошел спиздил я забанил грите а за это за что за то что вы у тебя блять сла хаоеги спиздили можно сразу попробовать да попушить купола кстати нет это сторона ваша должно быть забирать можно спокойно ну раз то плохо варды поставила но тут пару киллов можно сделать если бац в принципе ну или так в принципе но я бы веника еще но хотя не веник жирный да в принципе правильно сделал что пока забрал бомжа дает свой домой и фармить но пока неплохо все делает гс на самом деле только время немного потратил отрывала мог раньше намного купить но это опять таки не не сильно критично тем более для для гс а его спиздил вот то есть но заметил видите гс вот я вот не заметил что иконка рошана мигает то есть когда заходят в рашпит иконка почему-то мигает и понятно что кто-то фармит рошана и у гс была руна инвиза он решил вот отсюда пойти типа чекнуть рошана вместо того чтобы огромную пачку забрать на топе и в принципе правильно сделал что это пошел чек митрошана чего удалось а юга спиздить еще найс что и войда вроде они войду там не убили тогда да вот на топ летим хули тут запущено летим на топ фармим вообще похуй можно было можно купить шиву япнуть молнии в принципе в ровно на самом деле хватает чтобы убивать вполне главное что у нас есть статы с акторином у нас все когда же все быстрее шива неплохо здесь смотрится я бы вот шиву купил вообще мне нравится тут шива все фисты и на ремнантик или хочешь оегу потерять ремнанта не было что ли нет был видимость сам хотел времен вот это хуёво новой дурачок надо было бить эмбера новой плащи забей войду эмбера надо было бить но в то время там раз то он пушит пока тут замес был походу не не спушит опять бэкдор я не знаю опять бэкдор хз стоило здесь аегиса давать или нет я бы ушел просто зачем просто так аегиса давать а вдруг на купол словит и хоть аега будет я бы на этом месте просто после фистов вернулся на ремнан бы сразу на имбире надо всегда ну аккуратней чуть жестко с акторином можно уже выебываться начать дом но все равно на радик все таки решил ну такое с акторином можно конечно радик покупать даже на таких минутах поздних но не знаю да не такое себе не обязательно было здесь радик покупать мне шива очень нравится тут то есть зачем мы вообще радик покупаем да понятно что с акторином типа у нас хил идет то что радик работает да но там блять такой хил такой себе да и на сороковой минуте не знаю такой себе радик короче это надо было раньше делать типа можно было без молнии купить сперва радик потом акторин если ну если покупаются молнии то радик нахуй не нужен если покупается радик то молнии не нужно как мне кажется но я бы на его месте тут шиву покупал шиву да и молнии апнул бы потом то есть у нас есть шива апнутые молнии еще два слота имеется два слота можно было бы потратить на хекс какой-то либо там на еще что-то но тут что тут перенаглел умер без вижу на то есть ты не видишь что к тебе может сзади подойти да и так ну короче умер ошибся тут сто процентов я просто разговаривал не мог понять зачем ты это делаешь и не мог человек реплей в этот реплей ремнант если уж купил сакры то надо было как-то на топ наверное лететь фармить или в миде крипов много опять-таки видите здесь против него играет нюкс то есть нюкс ухватит просто карапаса нажать когда он с радиком будет и эмбер застанется и попадет под купол в этом проблемка еще ради когда в этой игре не можно покупать радик с акторином да даже вот на такой минуте но если уже есть молнии и ты играешь против войда на шиву шива нужно нам главное не умереть за купол остальные остальные нас не убивают по сути нам главное за купол не умирать в целом пока неплохо да и отыгрывает гс где-то пока что семерочка где-то из десяти пока что семерочка из-за того что много времени потратил до травалов да мог раньше травала купить сейчас умер но ошибка и вот здесь вроде тоже ошибка была когда и вот здесь а ега ну то есть ошибочки есть и время тратишь немного пока семерочка но для тебя семерочка от неплохо объективно семерочка как я вижу в принципе ну более-менее на неплохо все но не идеально идеально это десятка идеальные игры тут пока нет но все равно неплохо радик уже бабки есть на радик веника можно догнать я не помню есть там купол или нет но веника надо догонять а так воин сдох а чё отпустил веника не понимаю ремнантов чтобы не было я бы наверное пошел бы за веником точно наверное ремнантов не было все надо не столкнуть теперь да то есть оставить ремнант на базе полететь вниз столкнуть толкнуть сторону причем сильного до сюда наверно дайте гем купил против нюкса зачем-то топ летит там уже раз то вот одного крипа ты только забрал а сколько ты мог забрать крипов снизу вот пачка потом еще пачка пришла бы опять-таки проеб времени небольшой можно конечно вот эти две пачки зафармить вот опять одного крипа только забрал это все потому что здесь уже находится раз если бы ты полетел вниз ты бы забрал нормально пачек и у тебя бы откатились бы уже травла чтобы сделать тп в мид помочь команде сломать медок раз там мигни растю чтоб сломал она по ходу ей по похуй что тут вот стоял он хорошо что улетел сразу это хорошо войду надо бояться надо как-то команде написать чтобы хотя нет не надо ничего как писать команде раз ты варды просто есть да у нее есть варды типа надо как-то пытаться спушить но сейчас уже грех не купить шиву точно куда-то вар тыкнуть play mail купить сколько денег у него что то купил что ли сюда три курица не пока ничего нет в этом аккуратнее надо быть ремонт есть нет не знаю вой даже не пытается эмбера словить он ловит он какую-то коробу там бесполезно у эмбера хорошие на творчество из головы эмбера дадут много киллов ой много голды и войду надо нормальный воид понимал бы это что ему надо ловить эмбера он даже не пытается в принципе но наверное это из-за того из-за того что эмбер один раз задоджил купол то есть ну что такое дочь то есть просто вернулся от него до от купола и войт уже наверно не пытаются даже словить эмбера потому что думаю что опять такое произойдет чтобы не обосраться до перед тиммейтами что я опять купол никуда поставил наверное он этого боится и поэтому он не ставит но эмбера купол но бояться чего-то это ошибка физ так на не морчит все фисты по съебам оставить надо было ремнант и т.п. оставить надо было ремнант чтоб вернуться там добить можно было человек хотя времени походу не было дарим на тик оставлять мог умереть кстати ну возможно и возможно и правильно ну да типа чё-то под перделкой жестко хп просила 3 лопа щетка дышались купил какое-то колечко а это когда это когда на нем была ульта веник он купил колечко чтоб не сдохнуть ну не знаю может помогло или не помогло не знаю но не продал колечко по итогу чего-то хочет линку что ли но против нюкса линка да нет такое нахуй надо это линка тут вообще не нужно линка шива заебись шива шива заебись да даже либо шива не ну шиву по-любому надо типа шива и зарел я буду ты зарел купил по-любому в этой игре последним слотом да то есть там для чего я бы купил и зарел если войд ставит купол не в тебя в твоих тиммейтов и ты рядом находишься я бы просто кинул бы и зарел либо войда либо в того кого он бьет чтобы помочь но засейвить тиммейтов от купола шивы в этой и зарелом заебись вот шива и маны было бы побольше намного и армора побольше и замедление шива пушка в этой игре просто маны нету и суга было но чё можно сказать по поводу этого с нюксом не фартанула нюкс ушел у тебя маны нет надо было наверное уже как-то пытаться бежать вниз вместо того чтобы оставаться тут что же тут понятно что живой прыгнет ну тут конечно все равно львиную долю ошибок это тиммейта делают но мы их не рассматриваем рассматриваем конкретно эмбера то есть ну таким пиком не сломать за там минут 25 но там быть дебилизм это не конкретно дебилизм какого-то определенного героя игрока это вообще дебилизм в целом то что они не пытаются сломать но понятно что это рандомы и они но не могут коммуницировать нормально были бы нормальные они бы и без этого понимали что надо побыстрее заканчивать потому что войд в лейте сильный как можно не сломать вообще когда у тебя растоп угна волк краба я не понимаю я бы если бы на имбире тут играл я бы писал типа гол пушка у пуш нам надо закончить побыстрее чтобы войд не раскачался да вот сал бы как-то гол вместе просто в пятером по миду и все отчет самое очевидно что тут надо было делать ой да еще аегис есть ремнант стоит хорошо решил по ходу линку делать тут линка спасет его от шарика какого-то от моноберна и все принципе да моноберн тоже конечно мешает но все таки я бы шиву здесь покупал линка это проеб голды я считаю здесь да немного на тебя спасет там от моноберна давать им она будет на съемки все равно такое шивы смотрится лучше намного вайда нет купола можно не бояться у тебя фулмана есть ремнант а нет кстати ремнант уже нет надо прямо сейчас его куда-то кинуть но пока на нем сальницы хотя будет из руки может развивать так надо дистанцию держать как-то фистами ремнант надо ставить на всякий хотя вряд ли он здесь дохнут уже они вдох ну вы бишь опять ремонта не оставил то есть после того как тебя тусик ударил ты у тебя было время съебаться на ремонт если б он был моего не было то есть вот какие ошибки мы видим здесь это то что немного время теряешь да но это все допускают это это можно пофиксить конечно но я тоже там время много проебываю периодически ну и то что вот ремонт и вот иногда не ставишь этого тоже такая более серьезная ошибка их прям всегда надо они всегда должны быть что у нас вот здесь он сейчас дрался я вот говорю типа он на нем саленс сало прошло и куда-то на горку поставь ремонт и иди дерись на случай если там какие-то проблемы будут хокси баллс улетел на базу и не умер и время не потерял смерть это тоже про и применяют там бой тупеньки на самом деле но войду уже на самом деле надо уже даже цель выбирать не то что ксина убивать а вот даже наверно раз то ему уже надо в приоритете убивать волка наверно уже не пробьет волка слишком много хп да наверно коробу и крабу и раз то надо уже наверно даже вдоль опять-таки зачем-то вниз летишь когда тут крипов много надо у вас нету стора стороны надо ну как можно больше толкнуть мид потому что если вы куда-то пойдете пушить или рошана пойдете там какого-то то тут крипы спушит вам вот эти вот сортиры поломают и 4 будут ковырять но в принципе можно было и на низ лететь не суть важно потому что тут есть кому подыхать можно и нанесли полететь главное при римнант не забывать вот в такой кондицию уже что может уже закупал по любому убить здесь я уже не уверен что надо было тебе на топ лететь я бы наверное нами полетел до 100 процентов потому что здесь пацаны собрались уже тушить так как она варда ставит криво это пизда а у нее два ты все равно один здесь не сломаешь вот эти вот бараки надо было лететь к челом купола нет все игра ваш войды bkb нет ничего нет все равно как-то сдохло сдохли тиммейты я бы пошел убил сейчас этих просто веника его и да добил бы не знаю что это не захотел вот я никак не убивают все домой этого типа римнант есть его пошел веника бы добил хотя бы если поеда не получилось бы веника бы добил орчит он тебя уже давал там когда было бы это и линку еще и за относительно из-за того что ворчит там ты еще из этого и купила да проще тогда манту уже наверно до манты наверно надо было уже проще шлинку могут сбить типа все равно ворчит этот навесить монтаж его можно было тогда сделать линку мне не нравится линка тут хуе то если бы ты играл против леги то до линка без линке смерть было бы вот опять видишь линку сбили вот далее и типа и чё толку тебе дали орчит и убили ты бы если бы была манта ты нажал манту вылетел бы на римнант линка она от каких-то ворчитов такой вот тебе банального тусик нажал что-то там шарик какой-то долю орчит орчит все его было не знаю вообще зачем-то тут стоял на самом деле баллы снижается гейсик уже 6 наверно слишком много в критических ситуациях умираешь не знаю здесь не надо было стоять по сути вообще ты еще и умудрился умереть это очень критично даже фатально уже тольные ошибки то есть смотри почему я говорю фатальные ошибочки потому что сыграть и таких 100 игр на эмбире ты бы скорее всего такие же бы ошибки и дело бы то есть из-за 100 игр которые ты мог выиграть допустим 100 игр до на эмбире если бы идеально играл ты выиграл бы 70 ток то есть видишь 30 игр ты бы проебал из-за своих вот этих вот ошибок по сути на дистанции но я так уж грубо конечно ты понял здесь даже в этом моменте никакой макро не нужно было по тебе чтобы понять что здесь нельзя находиться не знаю зачем-то там находился еще и умеет я была там умирать да и находиться финансы нету ремонта да нам потратил на убийство ремонт надо оставить если есть на топ надо лететь уже вместо побегушек этих вот без бкб его убивать нехуй делать просто подошел фисты дал связал отошел это римчик есть опять хоп-хоп связал его вообще можно кайте те что у него купола нету это мешок с говном они они герой для тебя ты боишься только купол исключительно если бы была монтас с шивой было вообще пушка персик продал что-ли продал линку а вот что-то хочет купить хекс или чё монтава додумался грейсик правильно свою эту линку продал наху она не нужна римнантик на базе оставил кей пошел не знаю есть ли купол у него да но как бы норм отошел тут надо что-то делать связать хорош вот без бкб играет абсолютный против раз ты да там против пугны без бкб играет ответ очки он тебя убьет потому что у тебя армора мало против из дамагеров шива вообще охуенчик она же еще и атаку замедляет то есть ну и армора дохуя 17 на 7 пока вот если бы ты не умирал вот тут там еще где-то не помню я бы было бы наверное но 17 3 наверное где-то было бы 14 но опять таки это я все говорю если бы идеальная игра была но надо же стремиться хорошо играть правильно даже идеально это же круто когда ты без ошибок отыгрыш это и самому приятно так торвала на топ надо делать нам все правильно веника добить бояться нечего купола нет можно было и пока на самом деле побыковать на пока можно было хотя я не уверен по поводу купола уже наверное есть только будет в таверне на да еще чуть-чуть надо отойти чуть-чуть войдет врезается чуть-чуть отойти надо крабамом молодец еще валибарду давай ну поздно конечно здесь так и просится купи шиву купи plate mail я хочу шиву шива мне даст монопула против войда хорошо и за куполу я не сдохну но там войд все равно конечно куполами не старается попасть можно и без шивы но я бы купил шиву тут она охуенно тут можно и хекс купить спокойно на той же охуенно будет потому что войд без бкб играет можно и зарел купить тоже охуенно будет уйдеть отойти надо отойти куда-то римнант есть нету отойти на базу из прилететь нем нам-то сюда обратно все на базу делают это наба телу и тп на базу телу и тп на базу Делай теперь на базу, на базу, теперь на базу. Тебе уже тут фолловый был, если б теперь на базу сделал бы. Оставить ремнант теперь на базу. Ну, купола там вообще пока да, ставится не в ксена. Ну, сейчас уже похуй в кого конечно ставить, ну Войда в бою без БКБ, че не имеешь. Он бы сейчас за купол двоих убил, если бы БКБ было бы. Войда можно не бояться, а купола нету, смело еби его под вардами, куда ты убегаешь. Ну, ебаный шишлик. Ну, в принципе уже похуй, игра закончена. Ну, я бы тоже пошел сюда, поразвлекался бы, вообще похуй. Ну, сейчас уже походу не похуй. Я бы сейчас тоже тут умер на его месте, на самом деле. Уже типа игра выиграна, я бы расслабился, тоже бы пошел бы так же сдох в КГС. Это уже похуй. Ну, не специально бы сдох. Конечно, он попытался бы убить, но я бы тоже не убил, потому что Нюкс и Буча один маноберн дает, у тебя маноберн нету. Я бы тоже бэйбэкнулся. Войда я бы убил бы сейчас, Нюк, упал нюкс. Я бы не убегал бы от него. С учетом того, что Нюкс в таверне, кого бояться, вообще некому. Ну, я бы не то, что Войда убил, я бы его там покацал, он бы улетел просто на базу. Ну, я бы не боялся, Войда. А какие же они говно арты все собирают, вот пиздец. Рапирка, походу. Все, 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 бежать. Войда, блядь, одумался на 64-й минуте, пытается купол дать имберу, когда надо было это делать раньше намного. Все, купола нет, Войда там, блядь. В говне, блядь, с маммом, со своими, блядь, без БКБ. Мешок просто. Ну, в целом, что можно по баллам поставить? Ну, 6,5, да. Ну, даже 7, ладно, с натяжечкой 7. Игру выиграл ты, потому что у вас, ну, слишком пущущий пик, очевидно, да, то есть, и Войд, долбоеб. Грамотный Войд. От грамотного Войда можно было умирать часто на Эмбере, на самом деле, очень часто. Это большая проблема для Ксина. Если бы он купил какой-то лотар или даггер, ты бы не успевал бы убежать иногда. Вот. То есть, из лотара вообще ноль шансов выжить против Войда. Просто он идет в лотаре и ставит купол. Тычку он не нажимает, потому что если он нажмет тычку из лотара, то ты уже успеваешь нажать ремланд. Ну, то есть, такие ошибочки есть, время много тратишь. Ну, ремланд не всегда есть, из-за этого баллы такие низкие, но так, в целом, неплохо. Для тебя это, ну, даже похвала, что, ну, семерочек, в принципе, неплохо сыграл. Но игра затянулась, именно тут уже не от тебя зависит, что игра затянулась. То есть, ну, тут тиммейты, типа, один пошел, там, пытается пушить другой, там, где-то. Ну, надо было вместе просто пораньше это все спушить. Но, опять-таки, это уже не к тебе вопрос, это вообще в целом. Ну, ладно, все, ГГВП, ставьте лайки, потому что я не матерился в ролике, вроде бы, да, особо много. Поэтому, как бы, кто любит видосы без мата, ставьте лайк. Ну, и в целом, если, ну, пишите там, если рубрика такая неплохая вам зайдет, то, как бы, это, буду еще такие видосы пилить. Все, давайте, ГГВП, ГСу ставим семерочку из десяти за игру.